Приветствую друзья! Я уже несколько лет являюсь владельцем Opel с этим мотором и уже накопилось много сведений и разных нюансов, связанных с эксплуатацией. Вот решил поделиться, так как в интернете мало детальной информации, собранной воедино. Этот мотор вообще разработала компания Fiat и по лицензии его устанавливали на многие другие марки. Opel, Suzuki, Citroёn, Peugeot, Lancia, Alfa и Chevrolet. Это турбированный 16-клапанный мотор с системой впрыска Common Rail. Все варианты идут с турбиной, отличия были только в изменяемой геометрии крыльчатки. Еще на всех версиях установлен клапан EGR. Сажевый фильтр на маломощных версиях не ставили. Блок здесь чугунный, привод ГРМ осуществляется цепью. В головке установлены два распредвала, которые связаны между собой шестернями. Зазоры клапанов регулируются гидрокомпенсаторами. Распредвалы установлены прямо в клапанной крышке. Это вроде неплохо, но на самом деле неудобно. Когда ее ставишь, то можно случайно столкнуть рокеры со своих мест. И это заметить только после первого запуска. На двигателе установлена система впрыска топлива Bosch. Она очень надежная, ремонтопригодна. Форсунки здесь электромеханические. Топливный насос трехплонжерный с подкачивающим электронасосом в баке. Бывает, что сетка на этом насосе забивается, и тогда возникает недостаточное давление на входе ТНВД. С топливной системой вообще здесь никаких проблем. Главное не лить солярус водой. Работает сам мотор очень тихо, но не очень мягко. Например, Renault 1.5 DCI или Peugeot 1.6 HDI, те более мягко работают. Если установлена турбина с изменяемой геометрией, то этот малый выдает аж 90 лошадей. И едет весьма неплохо, с расходом 5 литров на сотню. 75-сильные едут тоже нормально, но уже чувствуется разница. Вообще, средний расход топлива 5-6 литров, что на мой взгляд многовато, как для такого объема. Нормальная скорость 100-110, быстрее уже чувствуется напряг. Без экономии на обслуживание эти моторы ходят примерно по 400 тысяч. Но, если, конечно, не уделять внимания, то они могут и ста не проехать. Дело здесь скрыто в прожигах сажевого фильтра и дальнейшими его неправильным удалением. Если этот фильтр забит и уже регенерация не помогает, то начинает страдать катализатор, который оплавляется. Он, кстати, установлен на выпускном коллекторе. А сажевый фильтр под днищем. Затем перегревается турбина. Еще может выдавить сальник коленвала из-за лишнего давления в картере. А если игнорировать неуспешные регенерации, то избыточное топливо, которое идет на прожиг, попадает в масло через вентиляцию картера. И проворот вкладышей будет гарантирован, так как солярка смешается с маслом. Ну, еще здесь нужно должное внимание определить процессу замены цепи ГРМ. Ее на самом деле не сложно поменять самому, но нужны фиксаторы распредвала и коленвала. Менять нужно на пробеге 90 тысяч километров и менять весь комплект со звездами, успокоителями и натяжителем. Еще нужно поменять болты распредвала и коленвала. На болту коленвала стоит уплотнительная резинка. Не потеряйте ее при установке и смажьте ее маслом, чтобы не запусило при затягивании. Нужно заодно заменить фланец маслонасоса и сальник коленвала, так как на фланце появляется выработка в месте прилегания сальника. Ну, если не заменить, то через время оно начнет течь и придется снова разбирать. Из важного, это не стоит на этом двигателе парковать авто под уклоном со включенной передачей, потому что растягивается цепь. Она однорядная и тонкая. Пользуйтесь ручником, это гораздо дешевле. Запчасти стоят средних цен, но самое дорогое тут это демпферный маховик. Он почти на всех моделях установлен и его нужно менять вместе с комплектом сцепления гидравлическим выжимным подшипником. Цена такого комплекта около 800 долларов. Некоторые любители экзотики пытаются устанавливать одномассовый маховик, но я пока еще не знаю ни одного человека, который бы радовался этому результату. Несколько месяцев после установки вроде все окей, но потом через время у одного начинает буксовать, у другого вибрация, а у кого-то начинает гудеть коробка. Причем экономия не такая уж и большая. Вот этот момент, конечно, огорчает. И самому предстоит менять этот маховик, так как он уже стучит. В итоге 1.3 мотор неплохой, надежный и не капризный. Лучше выбирать его, конечно, в паре с маленьким автомобилем, типа Corsa, Punta, Mita, а такие кузова, как Opel Astra, Opel Combo, Fiat Doblo, это уже большие. И такому моторчику все-таки его тяжеловато гонять по городу и под горку. Благодарю вас за просмотр, надеюсь эти заметки будут полезными. Всем удачи!